«Газпром-медиа» заявила, что такие изменения планировались на собрании летом общего собрания директоров. Цитата. «Однако, учитывая повышенное внимание с разных сторон к радиостанции в последнее время, Холдинг чел целесообразно упорядочить применение и так далее». Конец цитаты. На самом деле, Холдинг сам признает, что решение такое в марте было принято в связи с повышенным вниманием. Радио «Эхо Москвы» у кого было повышенное внимание? Ну и дальше по тексту. А у кого было? Повышенное внимание было у руководителей нашего государства, в частности. Я не припомню, чтобы такого количества цитирования «Эхо Москвы», замечаний и встреч у меня было за 12 лет. Моя работа главным редактором, а уж за 20 лет существования «Эхо», 21 тоже не было. Повышенное внимание было, за что я ему признателен. Если вы меня спросите, давал ли Путин команду на мочение «Эхо Москвы», я отвечу, что я знаю, что не давал. По одной простой причине. Если бы давал, я бы с вами тут уже не сидел. Понимаете или знаете? Знаю. Естественно, знаю. С другой стороны, когда премьер публично несколько раз и не публично, еще больше раз, сравнительно не публично, критикует «Эхо Москвы» за разные аспекты ее деятельности, то многие ретивые чиновники воспринимают это как команду «ФАС». Совет директоров по законам Российской Федерации не влияет на редакционную политику, о чем, собственно, «Газпром-медиа» тоже говорит в своих комментариях и буквально дословно могу сказать, что изменения в Совете директоров «Эхо Москвы» никак не коснутся ее редакционной политики, заявляет «Газпром-медиа». У нас была договоренность с руководителями «Газпром-медиа» о паритете в Совете директоров. Из девяти человек четыре были от «Газпрома», три от журналистов «Эхо Москвы» и два независимых директора. Ну вот мы решили корпоративно, что, а, надо, устали независимые директора, значит, надо их сменить на других независимых директоров, надо привести в соответствие 6-3, как положено по акциям, да, 66%, у них 34% у нас, у журналистов. И когда я понял, что речь идет о том, что «Газпром-медиа», «Газпром-медиа», скажем так, учитывает политическую составляющую, да, о том, что наверху недовольны «Эхо Москвы», «Эхо Москвы» всегда недовольны наверху, чего нового-то тут было, значит, мы стали искать варианты, и, в частности, я могу сейчас сказать, что я сделал предложение Владимиру Путину делегировать в состав Совета директоров Дмитрия Пескова, а Дмитрию Медведеву, Наталью Тимакову и Аркадию Дворковичу. Я вот лично сказал премьеру, лишь сказал президенту, говорю, вот вы считаете их, пусть люди изнутри посмотрят, люди, которым вы доверяете, и которые, в общем, приличные люди, и которые понимают функционирование медиа, пусть они изнутри Совета директоров посмотрят, как мы функционируем, ведем мы войну, являемся ли мы штабом революции. Я обещал президенту один на один, что мы постараемся создать единый список и не доводить до конфликта между акционерами. Мы будем менять устав, где будет введен, скажем, наблюдательный или общественный совет при редакции «Эхо Москвы», который возглавит Ясен Маковский. Я не готов отказываться от этих людей, они 11 лет пахали на «Эхо Москвы», создавали ему репутацию, уважаемые люди во всех сообществах, независимо от политических данных, что их так кинули? Вот меня это возмущает, ну и, конечно, я должен сказать, что я понимаю, что это элемент политического давления, но то, что Путин, как бы я повторяю, если бы хотел, во-первых, он бы мне это сказал. Вот можете поверить, у меня есть некие отношения с премьером еще до того, как он стал даже президентом, тем, тогда, да, он бы мне сказал в глаза, я тебя буду снимать, я бы ему сказал, я буду сопротивляться, ну, поехали. Ну, легче будет уволить главного редактора, могу вам сказать, потому что, если раньше все-таки 4 человека было от «Газпрома», и они получат, скажем, директив, учают в государственных корпорациях голосовать за увольнение, предположим, да, то 5 человек, ну, там, трое наших и двое независимых директоров, они свободны в своем решении, то есть, как бы большинства не было, сейчас есть. Сейчас, если «Газпром» получит директиву, то 5 человек, не считая независимых директоров, могут проголосовать за увольнение. В соответствии с уставом и акционерного общества, Эхо Москвы закрытого акционерного общества, и устава редакции, это второй документ, они совпадающие, естественно, то в случае досрочного прекращения полномочий главного редактора и исполняющим обязанности автоматически становится в одном случае его первый заместитель, в другом случае просто заместитель. В данном случае это все равно, на самом деле. Ну, грубо говоря, наша история — это либо Бунтман, либо Варфломеев. До следующих выборов. Назначить в соответствии с уставом и с законом о СМИ, учредительно, назначить главного редактора не может, потому что это противоречит нашему уставу. Совет директоров может изменить устав? Не может. Нет, изменить устав может только акционерное собрание, в этом вопросе 75% акций. У нас 34%. То есть, в любом случае, главный редактор разбирается, я напомню, что слушайте, с журналистами Эхо Москвы. Да, и утверждается Советом директоров. А если Совет директоров не утверждает? Значит, исполняет обязанности тот, кто является исполняющим обязанностям до следующих выборов. И мы так и договорились. И мы до субботы буквально с Николаем Сенкевичем, который сначала давил, потом подпаивал, спаивал, потом подпускал симпатичных секретарш, чтобы они вокруг меня бегали с бутербродами. Вот. Он, значит, меня утаптывал, я бы сказал. Мне звонило очень много народа. И самое интересное, что мне звонили люди, которых я совершенно не ожидал звонков. Я имею в виду некоторых руководителей Единой России, некоторых федеральные министры, которые не числились в моих друзьях ранее. Как бы, ну, знакомые. Они предлагали вашу долю выкупить? Нет. Это такое предложение, я думаю, что оно еще поступит. Вот. Но просто говорили, что надо? Что случилось? Что надо? Я говорю, ничего не надо, ничего не случилось. Нет, мы пойдем. Я говорю, куда вы пойдете? Ну, к начальникам. Я говорю, зачем вы пойдете к начальникам? Начальники не могут меня назначить, начальники могут меня снять. Я уже назначенный. Вы пойдете к начальникам, чтобы меня снимали, что ли? Нет, я же на месте. Вот он я, веселый и красивый.